перед просмотром рекомендую обратить внимание на описание там будет ссылка на регистрацию у брокера бкс и обратите внимание что это лучше брокер россии я работаю именно с ним и у вас не будет комиссии вообще никаких за покупку ценных бумаг по умолчанию после регистрации у вас будет риф инвестор абсолютно бесплатный комиссия будет только за продажу ценных бумаг но если вы пассивные инвесторы не продаете бумаги то вообще никогда платить ничего не будете если вы трейдеры торгуете то есть фиксируете свою прибыль в таком случае для будет определенный тариф за 300 рублей в месяц сам тоже минимальной комиссии на рынке и в чем преимущество регистрации по ссылке в описании реферальной моей вы сможете зарегистрироваться онлайн без посещения офиса за пять минут подключится у вас абсолютно бесплатный тариф сразу же за 0 рублей в месяц комиссии 0 процентов и абсолютно бесплатно на этом же бесплатном тарифе за вами закрепится персональный финансовый консультант сергей он вам позвонит после регистрации но нужно будет подождать то что людей регистрируется много сергей один через какое-то время позвонит но если вы хотите сразу с ним выйти на связь у вас будет чатик с ним в приложении мобильном а также можете номер телефона в мобильном приложении увидите позвонить первые он поможет и портфель своих собрать инвестиционный бесплатно абсолютно и перенести актива другого брокера и вообще любой ваш вопрос решит поэтому регистрируйтесь посылка внизу лучшего брокера 13 неделя инвестиционного эксперимента где иду к цели в 500 тысяч рублей в месяц дивидендами пассивно и очень много изменений которые касаются моего инвестиционного портфеля досмотрите это видео обязательно до конца и желательно отправьте его своим друзьям кто занимается инвестициями на фондовом рынке потому что расскажу очень важные вещи на примере практическом на примере своего портфеля причем падает значительно и это самое лучшее время для того чтобы набирать позиции для того чтобы покупать дешевые акции если вы смотрели прошлые мои выпуски я неоднократно говорил что вот вот на днях сделаю ребалансировку скоро сделаю ребалансировку и все оттягивал оттягивал и оттягивал я ее наконец сделал почему я оттягивал ребалансировку так это потому что я хотел провести ее не столько вручную сколько более-менее автоматизировано и наглядно для всех своих подписчиков то есть в момент когда я в прошлом всегда отбирал акции что я делал я открывал отчетность компании смотрел сколько у компании выручка из года в год растет или падает прибыль растет или падает капитал компании дивиденды платят не платят это важный параметр в моем эксперименте в частности где я покупаю дивидендные акции и на основании этих данных думал взять компанию в портфель или нет ну а потом уже из пула компании которая взял в портфель я их сравнивал данные фундаментально и компания которые мне нравятся больше я покупал на большую сумму чем другие например в портфеле и вот так выглядит мой портфель и целевая доля в портфеле видеть вот эту столбец я вот эти проценты писал всегда вручную на основе своего субъективного анализа финансовых данных я даже обучающие программы по инвестициям и финансовой грамотности в прошлом проводил насколько же сложно объяснять свою субъективную логику в такой оценке вы себе даже не представляете тяжело тяжело человеку объяснить на чем я основываюсь почему этом беру сбербанк например на 5 процентов а мосбиржу до 8 или почему сбербанк на 2 процента какой-нибудь группу lsr на 4 и 6 однако я что сделал я сделал автоматизированную систему анализа фундаментальных показателей компании это выглядит вот так тоже в табличке всю свою работу провожу в табличках и вбил данные по своему портфелю по компаниям сделал отдельную страничку в том числе для анализа компании которую я хочу проанализировать на предмет того взять в портфель или нет и автоматически здесь табличка мне показывает там брать не брать и сколько будет процентов доля в портфеле на эту компанию приходится очень удобно но сделать такую таблицу оказалось гораздо сложнее чем я себе изначально представлял поэтому ну сколько уже недель 5 наверное говорю про ребалансировку все никак не делал не делал ну вот наконец таки сделал точнее я провел фундаментальный анализ российского фондового рынка и изменил свой портфель он выглядит сейчас следующим образом я уже показал табличку вы можете заметить вот эти тикеры которые у меня находятся и целевая доля в портфеле это и есть те цифры которые я должен вкладывать в этот портфель однако обратите внимание фактическая доля в портфеле сильно отличается целевой что это значит это значит что по факту я ребалансировку не сделал я лишь составил новый портфель но вот сюда посмотрите на правую часть вот сюда посмотрите на правую часть где написано ребалансировка вот это все красное это нужно продать по-хорошему вот такое количество акций каждый и вот это зеленое нужно купить вот они снизу новые компании которые я добавил в портфель и нужно провести ребалансировку то есть продать долю в компаниях которые были до этого куплены потому что она слишком велика так как я добавил новые себе в портфель и их закупить однако я принял решение, что портфель у меня сейчас небольшой, и я занимаюсь инвестициям и уроки РБКС, там на тарифе инвестор нет комиссий. Для меня более выгодно в ближайшие несколько месяцев пополнять счет и просто на новые деньги, которые я пополняю, покупать активы новые, которые добавились ко мне в портфель. Да, очевидно, если бы у меня портфель был большой, скажем, 10 миллионов рублей, в 10 раз больше, чем сейчас, мне нужно было бы делать ребалансировку незамедлительно, потому что я бы за ближайший год даже небольшими пополнениями не смог бы привести портфель к целевому значению. Но при таком относительно небольшом счете, мне не обязательно продавать те компании, которые у меня были куплены до этого и закупать на эти деньги новые. Я просто на новые пополнения буду уделять в основном внимание новым компаниям. И в частности, посмотрите на то, что я сделал. Я последнюю покупку сделал на сразу 25 843 рубля Белугу купил. Ново Бев Групп. Почему именно ее? Потому что это одна из тех компаний, которая должна быть на достаточно большую долю в моем портфеле. Вот она должна быть 36.36 процента. Она была 0 процентов около нуля, да, вот как ЛСР, например, потому что я одну акцию купил, чтобы в портфеле записать. И вот сделал пополнение, собственно, купил эту акцию. Вот она. Следующее пополнение сделаю, куплю другую акцию, следующее другую и так далее. Напоминаю, что я пополняю свой счет на 20 000 рублей в неделю. И следующее ключевое изменение, которое произошло на моем брокерском счету. Я внедрил полноценную долю кэша в свой портфель. Что это значит? Если вы смотрели мои прошлые выпуски инвестиционного эксперимента, я что делал? У меня был кэш на балансе, скажем, 100 000 рублей. И я просто 20 000 рублей в неделю из этого кэша брал и инвестировал в акции. Сейчас же я на 20 000 рублей в неделю буду пополнять свой счет. И вот обратите внимание, у меня 75 000 рублей на балансе сейчас. Свободных, вот они. И я не отсюда 20 000 рублей беру и в акции вкладываю, а наоборот сюда пополняю 20 000 рублей, чтобы было, например, 94. Ну, я на этой неделе уже пополнил, да, на следующей еще внесу, будет 94 000. И если моя доля кэша относительно общего счета превысит целевой показатель, он сейчас равен 8%, то все, что превышает мой целевой показатель, я вкладываю в акции сразу же. То есть, если у меня на счету будет 150 000 рублей, а целевой показатель, ну, те же 75 000, я вложу за неделю в акции 75 000 рублей. Что это значит и что вообще изменилось? А изменилось следующее. Вот этот показатель, процент целевой доли кэша в портфеле, он динамический и зависит от индекса московской биржи. Если в течение года от максимума цена падает значительно, то я меняю долю кэша целевую вплоть до 0%. То есть, если акции упадут сильно, я вообще на весь свой кэш закуплю в свой портфель. То есть, если вдруг сейчас резко цена на акции падает, у меня в табличке автоматически вот здесь встанет 0% и покажет, сколько рублей мне нужно инвестировать. Ну, вот сейчас, например, мне нужно 487 рублей потратить на акции. Да, ну, понятно, что на эти деньги я особо ничего не куплю, поэтому вот оно пока что так висит. Наоборот же, если цена на акции сильно будет расти, у меня целевая доля в портфеле кэша будет увеличиваться. И сейчас она составляет, например, 8%, потому что рынок скорректировался. Она может составлять и 15%, и 20%. И если вдруг у меня случится такая ситуация, что в портфеле 8% доли кэша, рынок резко растет, и мне нужно 15% долю кэша иметь, то следующие все мои пополнения по 20 тысяч рублей в неделю я вообще в акции вкладывать не буду. Они будут прибавляться к доле кэша, пока целевая доля не достигнет, фактическая доля не достигнет целевой. Что это значит? Это значит, что если рынок растет на хаях акции, я акции на хаях не покупаю. То есть, обратите внимание, я пассивный инвестор, и каждую неделю я пополняю свои счеты, закупаю акции. Но вот такая простая хитрость в среднем позволяет покупать акции дешевле, чем если бы я закупался просто на 20 тысяч рублей каждую неделю. Плюс портфель более ликвиден, плюс могу выкупить дно в какой-то момент. Да, это и есть ключевое изменение за последнее время. То есть, я всегда придерживался такой стратегии работы с долей кэша, сколько у меня опыта на фондовом рынке, на американском в том числе. Я так и делал. Здесь же ранее немножко иначе поступал, потому что портфель совсем копеечный был. Сейчас он уже, ну, более-менее в человеческий вид постепенно приходит. И долю кэша, естественно, нужно внедрять как положено. К слову, я не просто так делал вот этот автоматизированный анализ финансовых показателей. И не просто так все время показываю свои вот эти таблички. Я много комментариев вижу и читаю, что вы хотите получить от меня эти таблички, попользоваться самостоятельно. В ближайшее время, не скажу точные даты, но в ближайшее время такая возможность у вас будет. А для того, чтобы ее не пропустить, подпишитесь на мой телеграм-канал. По ссылке внизу он будет. Там контента я даю, кстати, больше, чаще, оперативней. И в том числе по трейдингу туда тоже информацию пишу. Я, если что, занимаюсь, кто не в курсе, трейдингом на криптоблюдном рынке, ну а на фондовом рынке России пассивно инвестируя. Да, акции сейчас сильно падают. Да, как видите, просадка достаточно большая, но на этой просадке докупаем акции и радуемся потенциальному росту. Причем, обратите внимание, если вдруг вы новичок на фондовом рынке и мало понимаете в фундаментальном анализе, самое главное, что вам стоит смотреть, это на показатели компании, а именно выручка, прибыль, капитал компании и желательно на эти три показателя смотреть в динамике за последние года. То есть, если я, например, вижу, что условный, что у нас там, например, падает сильно? Ну, случайно, какую-нибудь акцию давайте возьмем. Например, MRKU. Как она себя ведет? MRKU. Она ведет себя достаточно неплохо. Давайте, что сильно падает у нас? Ну вот, например, MSRS, тикер у компании с 2014 года, она, например, не выросла. И кажется, как это так? С 2014 года 10 лет прошло, я бы 10 лет назад купил эту акцию, я бы ничего не заработал. Но важно оценивать фундаментал. Я не записывал фундаментал, конечно, за последние 10 лет, но анализировал последние 5. И вот, например, смотрим тот же самый MSRS. Вот. За последние 5 лет выручка увеличилась с 160 миллиардов рублей до 229 миллиардов. То есть, я покупаю бизнес, который за последние 5 лет значительно вырос в обороте. Чистая прибыль выросла с 8 миллиардов до 26 миллиардов. Ну да, это данные за 2023 год. Понятно, что за 2024 появится уже в 2025 году. Но вот какие данные есть последние годовые? В сколько это раз? В 3. В 3,5 раза увеличилась чистая прибыль до последних только лишь 5 лет у бизнеса. Да, капитализация, обратите внимание, ровно такая же осталась. Была 58 миллиардов рублей, стало 62 миллиарда, ну, где-то на месте стоит. Но самое-то главное смотреть не на цифры капитализации, а на цифры прибыли. И есть такое определение, можете загуглить, Price to Earnings. Это финансовый показатель, базовый, который используется при фундаментальной оценке компании, где вы делите цену компании или цену акции на прибыль компании или на прибыль на одну акцию. То есть, 58 делим на 8 и получается у нас мультипликатор Price to Earnings. Ну, вот, например, где он MSRS? Вот он, Price to Earnings PE. Был он в 2019 году 7, сейчас 2.36 в 2023, да, там немножко данные, если посмотреть квартальные отчеты, будут актуальны и другие, но около того. Что это значит? Это значит, что если я покупаю компанию MSRS и финансовый показатель ее остаются в течение двух с половиной лет ровно такими же, как и сейчас, то компания зарабатывает, ну, то есть, моя доля в этой компании зарабатывает мне денег столько, сколько стоила эта доля изначально при покупке. Там уже вопрос возникает, выплачивает ли компания всю прибыль в виде дивидендов или только часть прибыли в виде дивидендов, остальную часть отправляет на развитие и так далее. То есть, по сути, вроде бы, мы видим, что цена осталась прежней, но нас, как инвесторов, долгосрочных, не должна волновать цена, нас должна волновать финансовая отчетность и показатели по прибыли компаний. И скажу я так, вот эти цифры мультипликаторов значительно отличаются друг от друга за последние года, в том числе из-за повышения ключевой ставки центрального банка. Кто будет вкладывать в компанию окупаемость, грубо говоря, в кавычках, 7 лет и что-то как-то рисковать, какие-то на себя брать риски в текущей экономической ситуации непонятной, когда банковский депозит дает 20%. Мало кто. И цена на акцию закономерно снижается до того уровня, пока рынок не готов будет ее покупать. И поэтому мультипликатор покупать например готов. Если же центральный банк снизит ключевую ставку или будет например высокая инфляция и сильно увеличится прибыль выручка компании, то в таком случае и цена будет соответствующей. То есть всегда смотрим на фундаментальные показатели и фундаментально российский рынок акций почти, я бы сказал, не стоит ничего. Если вы не инвестировали раньше, сейчас начинать не побоюсь этого слова лучшее время. Если вы конечно находитесь в рублевой зоне. Если у вас доходы в рублях. В таком случае российские акции российских компаний. Вообще всю жизнь я ну как всю жизнь с 2018 года по 2022 вот 4 года я инвестировал на американском фондовом рынке через Interactive Brokers. 4 года с 2018 по 2022 я инвестировал на американском фондовом рынке через Interactive Brokers. И если бы такая возможность инвестировать безопасно в другую юрисдикцию для россиян осталась я бы продолжал конечно же инвестировать на американском фондовом рынке на крупнейшем мировом фондовом рынке. Но раз такой возможности нет, точнее она есть, но риски колоссально повышены и за эти риски мне как инвестору не доплачивают я это не делаю и покупаю акции в той юрисдикции в которой у меня есть права так скажем и всем у кого паспорт российская федерация настоятельно рекомендую инвестировать в акции на московской бирже подписывайтесь на канал не забывайте про телеграм-канал там в ближайшее время выложу информацию по табличкам как вам их получить и спасибо за просмотр напомню еще раз что если вы отправите ссылку на это видео своим знакомым друзьям которые интересуются инвестициями на финансовом рынке я буду благодарен заранее спасибо удачи